Прототип Volkswagen IDR установил рекорд Нюрнбург-ринга среди электрических автомобилей. Машина проехала Норк-Клянка за 6,5 секунд. Это на 40,5 секунд лучше прежнего результата, установленного два года назад АК-9. Но китайский гиперкар развивал целый мегаватт мощности, то есть 1360 лошадиных сил, и разгонялся до сотни за 2,7 секунды. У Volkswagen IDR отдача вдвое меньше, чем удается, а поставил максимальную скорость на 40 с лишним километров в час мира. Пилотировал машину француз Ромен Дюма, чемпион мира в гонках на выносливость, двукратный победитель Лимана и четырехкратный триумфатор марафона 24 часа Нюрнбург-ринга. Я получил удовольствие. У автомобиля много прижимной силы. Счастлив был пилотировать его в одиночестве по этому отличному треку. Успехом Volkswagen обязан прежде всего эффективной аэродинамики. Как в болидах Формулы-1, тут внедрена система DRS. На прямых участках средняя секция заднего антикрыла опускается, снижая сопротивление воздуха. Шеф очень доволен, очень счастлив достижением команды. Сегодня у нас было 4 заезда, и мы отправляемся домой с результатом 6.05. Это великолепно. Средняя скорость заезда составила почти 205 километров в час. А это лишь немногим меньше, чем средняя скорость прошлогоднего победителя суточного марафона в Лимане. Возникает вопрос, годится ли электромобиль для гонок на выносливость? Это тема для будущего. Возможно, сегодня еще рановато. Но я думаю, что все возможно. Технология совершенствуется быстро, следовательно, гонки на выносливость тоже возможны через 4-5 лет. Напомним, что абсолютный рекорд Нюрнбург-ринга пока принадлежит гибридному Porsche 919 EVO. Электрический Volkswagen уступил ему почти 46 секунд.